Первые две встречи для московского Динамо в чемпионате континентальной хоккейной лиги закончились неудачно. Для звездного трио Яшкин, Шапачев, Кагарлицкий и подавно. Ноль очков на 120 игровых минут. Болельщики явно ждут не такого от этого сочетания. С одной стороны потенциал у этого звена огромный, с другой нужно время, чтобы сыграться и набрать форму. Ведь сделать это в условиях скомканной предсезонки не удалось. Им бы сыграться, им бы всем набрать форму после всех вот этих болезней и прочих обстоятельств, которые помешали им нормально готовиться. Поэтому у Динамо, когда вернутся в состав Линдберг и Пулкинин, у них будет две мощных атакующих тройки. И вот если все вернутся, наберут форму и где-нибудь к сентябрю, октябрю, дальше, может быть, к ноябрю, действительно это все не будет работать. Я думаю, тогда действительно уже будет иметь смысл начинать экспериментировать, разводить и пробовать разные варианты. Если бы у команды была возможность больше матчей провести на предсезонке, если бы лидеры Динамо не болели, то, наверное, мы бы увидели, что либо дали бы больше времени на то, чтобы сыграться тройки Яшкина, Шипачева и Когарлицкого, либо посмотрели Когарлицкого в другом сочетании с другими хоккеистами. Владимир Крикунов, который, к слову, проводил 1400-й матч в должности главного тренера, ждать не стал и разбил трио. К Шипачеву в первое звено отправились Тарасов и Брюквин, Яшкин и Когарлицкий опустились во второе. Вторым центром стал Шипов. Перестановка сработала в первом же периоде. Когарлицкий сделал диагональную передачу на русского чеха, Яшкин на скорости вошел в зону по правому флангу и хлестко бросил с кистей низом. Коновалов среагировать должным образом не сумел. Перед сегодняшним матчем тренеры так немного перетряхнули звенья. Выходите чуть-чуть с другим центром. Как по ощущениям взаимопонимания в звене? Мы стараемся потихоньку. Пару тренировок провели вместе. Вроде как неплохо сегодня. Надо дальше стараться. Перестановка в звеньях вызвала одобрительную реакцию болельщиков. Я всегда за импровизацию, за какой-то такой спонтанный ход. То есть хорошо их разбить, посмотреть, как они сыграют раздельно, потом можно снова соединить. Но это игроки высочайшего уровня, одни из лучших в КХЛ. Конечно, они могут играть вместе. Они должны играть вместе. Когда будут все в форме, все будет идеально. Тем не менее, еще до перерыва железнодорожники сумели сравнять счет. Отличился Аверин. Во второй 20-ти минутке пришла очередь набирать очки первому звену. На помощь пришло большинство. Шипачев нашел поперечной передачей Сергеева, а тот Тарасова. Без шансов для Коновалова. Капитан Белоголубых набрал 150-е очко за Динамо. В третьем периоде стала сказываться скомканная подготовка динамовцев к сезону. Чувствовалось, что сил команде Крикунова не хватает. Сначала Рафиков после передачи молодого Дарьина мощнейшим щелчком в ближний угол сравнял счет, а спустя несколько минут Алексеев вывел локомотив вперед. До окончания третьего периода оставалось еще 7 минут, но штурма в исполнении Белоголубых не получилось. А тут еще и Яшкин схватил такой ненужный для своей команды двухминутный штраф. В итоге, несмотря на результативный матч для лидеров Динамо и в целом хороший эксперимент по распределению их по разным звеньям, команда терпит третье поражение подряд. И после трех игр имеет ноль в группе набранные очки. Редактор субтитров А.Семкин